Строительство ледового дворца в Чебоксарах, обеспечение людей жильем, новые инвестиционные проекты, эти и многие другие темы затронули на встрече глава республики Михаил Игнатьев и председатель Волговятского банка Сбербанка Сергей Мальцев. Они подписали соглашение о сотрудничестве между Кабинетом министров и Сбербанком России. Документ определяет дальнейшее направление работы в финансово-кредитной сфере. Каждый второй рубль ипотеки, каждый второй рубль кредитов, каждый второй рубль депозитов – это деньги Сбербанка, деньги наших вкладчиков. Мы являемся, насколько я понимаю, шестым налогоплательщиком в республике. Есть такое показатель? Для нас очень важно нести вот эту социальную нагрузку. Своей стороны, этим соглашением, конечно, наша основная цель – затвердить основные инвестиционные проекты. Совместные социально-инвестиционные проекты Сбербанка и Республики – это индустриальные и агропромышленные парки, поддержка молодых семей, учителей, сельского хозяйства. Особую благодарность глава Республики выразил Сбербанку за предоставленный кредит на дальнейшее строительство Ледового дворца. Чувашии необходима помощь в развитии фигурного катания и хоккея, отметил Михаил Игнатьев. Доверие к Сбербанку жители Республики не потеряли даже в сложные времена на финансовом рынке. Депозиты в банке растут, люди оформляют кредиты, приобретают жилье, автомобили, подчеркнул глава Республики. Сбербанк, вы помните, кредитовал концентракторные заводы, когда был финансовый кризис. На сегодняшний день ситуация там улучшается и в промтракторе «Вагон». По другим заводам, вы помните, допустим, хлопчатобумажный комбинат, чулочно-трикотажная фабрика, домостроительный комбинат, все были процедуры банкротства. Более 120 миллионов рублей было долго. На сегодняшний день все это реанимировано. На сегодняшний день люди работают, люди получают заработные платы. В этом году Сбербанк в Чебоксарах откроет новый центр развития малого бизнеса. Это почти 3000 квадратных метров в центре города. Центр будет одним из лучших в Волговецком банке, рассказал Сергей Мальцев. Кроме поддержки предпринимателей, это еще и десятки рабочих мест для жителей республики. Успешные дела банка и успешное развитие республики – это цель дальнейшего сотрудничества, подвел итоги встречи Сергей Мальцев.